Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами познакомимся с необычной моделью IP-камеры из экосистемы Xiaomi, производства EMI Lab. Необычного в ней то, что она работает без каких-либо проводов, не только сетевых, но и питающих, отстроенного аккумулятора. Для связи ей необходим специальный шлюз для камер. Итак, обо всем поподробнее. В коробке находятся два устройства. Код модели отличается дополнительным символом жертв в маркировке шлюза. В этом варианте система состоит из одного шлюза и одной камеры. Есть информация об аналогичной системе, где шлюз поддерживает 4 камеры. Ссылка в описании под видео. Итак, камера. Модель CMS-XJ11A. Аккумулятор 5100 мАч, время автономной работы до 120 дней. Разъем питания microUSB. Разрешение 1920х1080, 15 кадров в секунду, кодек H264. Угол объектива 120 градусов, Wi-Fi 2.4 ГГц, корпус всепогодный, класс защиты IP65, диапазон температур от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. Двусторонняя аудиосвязь, вес 517 грамм. Шлюз CMS-XJ11AJ. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц плюс 100 мегабитный Ethernet. Разъем питания microUSB. Поддержка карт памяти до 64 ГБ. Поставляется комплект стандартной для экосистемы белой коробки из твердого картона, с логотипом производителя и экосистемы Мидзе. Параметры, про которые я уже сказал, находятся на задней стороне, по торцам пиктограммы, демонстрирующие особенности гаджета. Заглянем внутрь. Под крышкой, плотно зафиксированный в картонном держателе, находятся комплекты с камерой и шлюзом. Кроме них, в коробке нашлось еще крепление для камеры, сетевой и кабель питания USB-microUSB. Ethernet кабель плоский, во многих случаях прокладка такого кабеля удобнее, чем круглых. Комплект крепления состоит из шарнирной ножки, которая привинчивается к камере, платформы, которая может быть прикручена саморезами и кусочка двустороннего скотча. К сожалению, какого-либо стопора на шарнире не предусмотрено, хоть он довольно и тугой, но под весом камеры наклоняется вниз. Шлюз для камеры представляет собой квадратную белую пластиковую коробку со светодиодом на переднем торце. Внешне очень напоминает Android Box, в частности Xiaomi Mi Box 4, но чуть меньше его по размерам. На задней стороне находится 100 Мбит Ethernet порт, разъем питания microUSB, слот для microSD карты, кнопка сброса. На нижней части имеются вентиляционные отверстия. Для теста использовалась 32-гигабайтная microSD карта, устройством она определилась полностью корректно. Камера выполнена в стандартном Bullet Form Factory для наружных камер, корпус из белого матового пластика. Сзади находится винтовое крепление для держателя и отверстия для динамика аудиосвязи. Фронтальная часть камеры с объективом черная, тут находятся датчики освещенности, сенсор движения, он самостоятельный, что позволяет экономить заряды аккумулятора, инфракрасные диоды ночной подсветки и микрофон. Как я говорил ранее, шарнирное крепление не способно удержать весь камеры в идеально горизонтальном положении, поэтому рассчитывать нужно на такую установку. Стороны разворачиваются нормально. В нижней части камеры находится очень плотно закрытая резиновая герметичная крышка, разъем для зарядки microUSB, там же находится кнопка сопряжения. Заряжать камеру раз не столько месяцев можно при помощи пауэрбанка. Несмотря на наличие Ethernet порта, подключение проходит по Wi-Fi, на этом этапе сетевой кабель можно и не подключать. Процесс стандартный, приложение обнаруживает сеть нового устройства и запускает мастер подключения. Для синхронизации шлюз при помощи кнопки сброса переводится в режим сопряжения. После стандартных шагов передачи параметра, выбор локаций, имени и доступа с других аккаунтов, шлюз появляется в списке устройств. Должен отметить, что очень часто выходят обновления, за неделю теста установилось 4 или 5. Плагин шлюза сразу предлагает добавить камеру, которую нужно предварительно зарядить. Зажимаем кнопку на 5 секунд и ждем пока появится камера. После добавления камеры в систему, больше одной в этой модификации добавить нельзя, при запуске плагина будет грузиться окно событий, записанных видео за текущий день после активации режима мониторинга. События мониторинга можно просматривать и за предыдущие дни, можно сделать сортировку события по движению в кадре или определения людей в кадре. Внизу окна можно переключиться на окно живого просмотра, тут имеется возможность включить прослушивание звука, нажатием на микрофон активируется режим аудиосвязи, есть выбор качества онлайн изображения, съемка фото и видео, которые будут сохранены на телефон и открытие окна на весь экран. Справа вверху имеются две кнопки для выхода в настройки. Кнопка с тремя точками это меню шлюза камеры с шестеренкой самой камеры. Как я уже сказал, обновления выходят довольно часто. В меню управления памятью можно увидеть объем карты памяти, свободный и занятый, при необходимости можно отформатировать ее. В меню управления шлюза можно включить уведомления о низком заряде камеры. Далее идет руководство по установке камеры, информация о сети. После подключения сетевого кабеля шлюз автоматически перейдет на проводную сеть, это видно в окне информации с роутера. Несмотря на наличие меню автоматизации, на момент написания этого обзора ни одной опции для условия или действия сценария для этого комплекта в Mi Home не было. По нажатию на кнопку с шестеренкой попадаем в настройки камеры. В меню playback календарь по датам и времени записанных роликов. В галерее это фото и видео записанные с камеры вручную. В настройках устройства находятся опции экономии заряда, режим ночного видения автоматически всегда включены или всегда выключены. В опции мониторинга активируется режим, тот самый режим записи роликов по движению. Длина каждого ролика 10 секунд. Можно задать период, целый день, ночь, ручные настройки и минимальный интервал между роликами. Чем он короче, тем быстрее сядет аккумулятор. Доступный выбор от 1 минуты до получаса. Если активировать опцию уведомления, то в Mi Home будут приходить пуши при обнаружении движений. Также лог будет храниться в журнале приложения. Шлюз камеры активирует свою Wi-Fi 7, которая видна в эфире. Называется она Чоангни Хаб. К ней подключается камера. Что касается дальнобойности, проверить довольно легко. На смартфон. Если в месте установки он будет работать с роутером сети 2.4 ГГц, установленный там, где будет стоять шлюз, то и камера будет там работать. Через капитальную бетонную стену или пару кирпичных связь нормальна. Проверка работы аудиосвязи. Звук разборчив, хотя в зависимости от соединения с интернет, может прерываться. Активное поливание камерой струей воды из-под крана никак не сказалось на ее работе. Как и работа за окном при температуре до минус 5. Холоднее у нас пока не было. Примеры съемки в разных мерах. Раз, два, три, четыре, пять. Привет, на защите звука. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Продолжение следует...